Больная 46 лет. В 2019 году, то есть три года назад, после отравления суррогатами алкоголя, длительное время находилась на искусственной вентиляции легких. В январе 2020 года выполнена деканиляция. Трахиостома зажила самостоятельно, однако спустя месяц возникли жалобы на одышку и затруднение дыхания. В настоящее время отмечает нарастание одышки. При обследовании больной выявляется тридорозное дыхание при незначительной физической нагрузке. При эндоскопическом исследовании на расстоянии 2-2,5 см от голосовых складок определяется рубцовое сужение трахеи протяженностью 2-2,5 см, просветом в наиболее узком месте около 5 мм. Для более объективной оценки размера просвета трахеи использованы биопсийные щипцы фибробронхоскопа. В условиях общей анестезии произведено бужирование стеноза тубусами ригидного бронхоскопа Шторца. Первый тубус номер 4,5 был введен с помощью ларингоскопа, однако оптика в него не проходит, поэтому на видеофрагменте показано бужирование начиная с тубуса номер 6,5. На данном фрагменте показана смена одного тубуса другим под контролем эндоскопа. Использован прием параллельного введения двух тубусов, облегчающий пояс голосовой щели при малых размерах бронхоскопа. Дальнейшее бужирование производится с помощью интубации тубусами без ларингоскопа и без параллельного введения с меньшим тубусом, так как и ларингоскоп и ранее введенный тубус затрудняют подведение бронхоскопа большого диаметра к голосовой щели. Очень важно производить бужирование, последовательно заменяя тубусы на большие с шагом 1 миллиметр. При форсированном бужировании с увеличением диаметра тубуса более чем на 1 миллиметр резко возрастает опасность разрыва стенки трахеи в зоне стеноза. Также важно проводить тубус через сужение под контролем зрения, чтобы, как в данном случае, не попасть в карман передней стенки трахеи и не сформировать ложного хода. После бужирования производится установка силиконового эндопротеза типа дюмона в зону сужения. С помощью щипцов, в данном случае использованы оптические щипцы, стенд проводится через тубус бронхоскопа и в момент его выхода из просвета тубус подтягивается. Производится позиционирование стенда на уровне стеноза, однако допущена ошибка и стенд располагается выше сужения. Поскольку форсированное продвижение через сужение может привести к разрыву, стен был извлечен и устанавливается повторно. В данном случае стенд провалился немного ниже с сужения. Он подтянут вверх, но данные стенды имеют свойство смещаться рывками. Стенд вновь оказался выше сужения. Сейчас будет произведено смещение вниз с помощью давления тубуса бронхоскопа под контролем гибкого эндоскопа. Гибкий бронхоскоп проведен через тубус бронхоскопа шторца и просвет эндопротеза. Стенд постепенно смещается вниз, однако нижний край остается не расправленным. В таком положении высока вероятность смещения эндопротеза, поэтому его надо сдвинуть еще ниже. Нижний край эндопротеза расправился. В таком положении стенд уже можно оставить. Имеющееся в давлении стенки средней части эндопротеза в последующем растянет ткань в области рубцового стеноза и расправится.